Здравствуйте, меня зовут Холбекова Чолпанай. Я учусь в 13-й школе. Я сама пою с детства, но серьезно занимаюсь вокалом уже 10 лет. Я еще хожу на разные кружки, это рукоделие, баскетбол. Сама семья очень музыкальная. Папа играет на кумузе и поет. И я начала петь за счет папы, потому что папа сказал, ты сможешь петь, и у меня, я думаю, талант с детства. Я хочу продолжить эти ступеньки и стать певицей. Что это у нас в школе? Что за чудо? С какой вы школы? Здравствуйте, я с 13-й школы. Меня зовут Холбекова Чолпанай. Сколько вам лет? Мне 14 лет. 14 лет, боже мой, мне бы ваш возраст. Я исполню вам песню, я хочу, чтобы не было больше войны. Не волнуйтесь. Удачи. Пусть проходят года, но на лицах зедых стариков Остается беда той войны всех времен. И веков шли солдаты на смерть, покидая родительский дом. И сражались они за свободу земли, на которой с тобой мы живем. Я хочу, чтобы ярко солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны. Чтоб Россия, герой, 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 герой. Я не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше войны. Для возраста Чулпанай, эта песня, немножко, да, мне кажется, рановато. Ну, не в том смысле, что вы не понимаете, что такое война. Не в этом смысле. Просто, чтобы петь такие песни, мне кажется, нужно какой-то возраст перейти, какой-то барьер, может быть, возрастной. Создалось впечатление, что дело не в возрасте, а дело в манере. Она прям хочет по-взрослому ее петь. Мне, наоборот, понравилась ваша манера, если честно. Я с вами не согласен, коллеги, да? То есть то, что она, потому что песня такая, это музыка такая, ее нежно петь не получится там, или таким голоском. То есть тембр-то понятный, что у нее женский... Там манерничания очень много было. Так, ребенок-то все равно на кого-то... Прочувствовал и снял взрослую манеру пения. Ну, да. Все понятно. Потому что человек хочет участвовать в возрослом конкурсе, правильно? Да, это хорошо. Но я хочу просто сказать, Челпанай, вы молодец, вы чувствуете композиции. А сердце и разум – это совершенно разные вещи. Вы ориентируетесь на свое сердце, это дорогого стоит, не бросайте этого делать, у вас все получится. А вот насчет вердикта у меня такие смешанные чувства. До сих пор. До сих пор. Окей. Я не знаю, я в трепетном волнении, на самом деле. Хорошо. Вы покорили меня. Или давайте, может быть, мы посовещаемся, друзья мои. Как вы думаете? Тебе нужно совещаться? Ну, дорогая Челпанай, я надеюсь, что после школы вы поступите в какое-то музыкальное заведение. Обязательно. Да, и уже будете с музыкой, как говорится, на «ты». А вот на сегодняшний день я вынужден сказать «нет». Я тоже хотела бы вас поздравить с участием в этом конкурсе, в этом проекте. Ваши слушатели, ваши одноклассники, ваши родители, ваш педагог по вокалу, которому тоже огромное спасибо, что такой голос отыскали, что ведут. Я лично вам желаю успехов. Естественно, не останавливается быть очень аккуратной в работе над вокалом. А сегодня нет. Я очень много вам уже комплиментов сказал. Скажу, что сейчас вам надо петь какие-то легкие песни, чтобы сохранить все это. Потом научиться поставить на рельсы, чтобы все было классно, чтобы было хорошо. Что-нибудь легкое, поэтому берегите голос, не теряйте свое чувство, оптимизм и все прочее. И мы вас ждем на большой сцене. Но сегодня я вынужден сказать вам «нет». Ну просто так как сюда нельзя. Я хотела, ну, сама. Так. То есть, сізге башнан, или уже какой-то биремелер былгон турбайбы, скиткалар былгон турбайбы, льготталар. Ну, чинда, чопунай, ямен баяғы ерте-эрте чонголуғу шашылваныс. Капалан баңыз, буйрусе, маулем, егер да ошыл, өзіңіздің жашыңызды конкурсы қатысаныс, маулем, шоң бір жечкен кей болып, ошыңыз керек-болыш керек. Ошыңыздықтан, азырынша жоқ, бюроқ бары сізде алды да. Егілік. Егіліктер. Бачанған Ахмад. Осы керекам. Аплодисменты. Аплодисменты.